Друзья, еще раз всем привет. Мы продолжаем вещание в первом зале. И буквально через одну минуту к нам подключится Александр Поломодов, один из организаторов и продюсеров этой конференции. Если вы когда-то пользовались мобильным приложением Кинькофф для физиков, для физических лиц, вы, наверное, ощутили все возможности этого приложения. Вот как раз Александр последние 4 года отвечает за разработку мобильного приложения для физических лиц. То есть если у вас какие-то вопросы есть или обратная связь, он, наверное, сможет вам помочь с ней ответить. Включайся в зал. Сейчас будет очень много отзывов по поводу мобильного приложения, будет больше, чем вопросов. Включайся, тебя слышно? Да, вроде как. Все, включаем Александра Поломодова. Я отключаюсь, Саш, ставлю тебе 40 минут на доклад. Среди за таймером. Окей. Я буду врываться. Окей, спасибо за представление, но я сегодня расскажу про архитектуру в масштабе. И для начала начну с того, кто я. Я руковожу управлением разработки цифровых экосистем в Тинькофф. И за мобильное приложение я отвечаю вот последний год, а до этого 3 года отвечал за IT-часть привлечения Тинькофф. И в новом управлении эти разные части, они сочетаются между собой. И само управление больше 250 человек сейчас. Входят разработчики, тестировщики, аналитики. Ну и, собственно, давайте вернемся к теме нашей сегодняшней презентации. То есть для начала я расскажу, зачем нам, Тинькофф, масштабировать процесс принятия архитектурных решений. То есть у нас сейчас больше 12 миллионов клиентов, и клиенты продолжают пребывать. У нас мультипродуктовая компания. То есть когда-то мы были монолайнером, сейчас продуктов много. Эти продукты имеют собственные IT-вертикали. У нас есть платформы, сервисные линии, ну и все это достаточно осложняет IT-ландшафт, можно так сказать. Вот. Эти продукты, которые у нас есть, они объединяются в экосистему. И, как вы понимаете, их часто нужно интегрировать между собой. То есть в том же самом мобильном приложении какая-нибудь кнопочка влечет за собой кучу разного функционала в нежелижающих системах. Да. На самом деле у нас очень быстро растут наши IT-команды. То есть буквально команда мобильного банка за последний год, с прошлого ноября, выросла в два раза. И нам важно уметь передавать знания новичкам и подключать их к работе эффективно. И так уж получилось, что мы еще и до коронавирусной эпохи работали в распределенных командах. То есть у нас были помимо центрального офиса в Москве еще центры разработки по всей России. Нам надо было принимать решение так, чтобы учитывать эту децентрализацию. То, что команды на самом деле есть в разных городах нашей необъятной родины. Вот. Собственно, запросы были достаточно серьезные. То есть причины, зачем нам нужен какой-то был процесс децентрализованный. Вот. Принятие архитектурных решений. Но давайте вернемся к тому для начала, что такое архитектура. И достаточно интересно. Определений очень много. Вот. Но мне нравится определение Гради Буча. Вот. Что архитектура – это набор важных дизайн-решений, которые формируют эти системы. Причем уровень важности определяется стоимостью изменений. Вот. Вот. Собственно, и если взять более новое понимание от Филиппа Кращина, который получил в этом году награду архитектурную от Советского Инжиниринга Института, вот, он говорил о чем? О том, что архитектура – это общее понимание траекторий и границ, куда проект движется. Это некоторая общая ментальная модель дизайна и некоторые правила относительно концептуальной целостности, то есть направляющие, которые позволяют двигаться в нужном направлении. Вот. Собственно, определения достаточно расплывчатые. Важно, ну, выделить, а, собственно, про какую архитектуру имеет смысл говорить. И для себя я выделил три части. То есть Software Architecture – это то, про что сейчас буквально полчаса назад рассказывал, даже, наверное, 15 минут назад рассказывал Саша Бендю. То есть, например, как мы распиливаем Monolith, переходим на микросервисы, вот, или когда мы, например, обсуждаем, а чем же микросервисы отличаются от древней SOA подхода, или когда мы говорим уже внутри сервиса про использование какой-то чистой архитектуры или про какие-нибудь паттерны, общие решения. Вот. Ну и, собственно, эта тема достаточно популярная. Я год назад рассказывал про то, как мы такую софт-архитектуру меняли в вебе за предыдущие три года. Ну и вообще сегодня будет очень много выступлений на эту тему. Дальше есть довольно забавная и большая история – это Enterprise Architecture. Собственно, чем дальше ты идешь по карьерной лестнице, тем больше ты погружаешься в эту тему. То есть в большой компании достаточно сложно синхронизировать какое-то бизнес-видение от топ-менеджеров, их стратегию, с конкретными изменениями в процессах и IT-системах, ну, то есть которые нужно провести для того, чтобы эту стратегию реализовать. Тема большая и дискуссионная, вот. Но между ними есть такая штука, как solution-архитектура. То есть зачастую вы не реализуете стратегию прям в прямом виде, зато от вас требуются какие-то решения. Вот. Ну, это могут быть разные вещи. Например, в этом году в мобильном банке появился процесс онбординга, ну, то есть становления клиентом прямо вот через мобильное приложение. И, ну, как бы, например, этот solution потребовал достаточно больших изменений вот в нежелездачных системах, о которых я уже упоминал. Вот. Собственно, к solution-у относится некоторый стык вот этой архитектуры. Software Architecture. Вот. Это происходит в некотором контексте, то есть внутри организации, поэтому там присутствует Enterprise Architecture. Также появляются стейкхолдеры и их запросы и потребности. Вот. Ну, то есть они приходят с какой-то конкретной идеей и что-то хотят. И обычно эта инициатива реализуется в рамках какого-то проекта, вот, у которого есть ограничения по срокам, бюджету, про который Саша упоминал, что в него нужно попасть, и для этого нужно уметь правильно считать косты, например, того же перехода к микросервисам от Monolith. Вот. Ну и, собственно, зачастую solution-архитекция тоже выделяется в отдельную область. Окей, давайте попробуем их поподробнее рассмотреть. И хотелось бы рассмотреть вот по этим параметрам, то есть на каком уровне абстракции каждый из этих элементов находится, какие инструменты применяются, какие нотации используются, с кем приходится взаимодействовать, темы обсуждаемые, и кто обычно занимается этой архитектурой, то есть какая роль требуется. Ну, начнем мы логично с software architecture, то, что нам ближе всем. Обычно это происходит на уровне группы или там нескольких, ну, то есть на уровне команды или там нескольких команд. В современной реальности обычно эти архитектурные решения, они реализуются в VDE-шке. Вот. Нотации, если они используются, это всякие entity relationship диаграммы, UML диаграммы. Ну, в общем, если команда умеет в диаграммы, она может их использовать. Вот. Взаимодействие происходит с разработчиками, коинженерами, аналитиками. Ну, в общем, с технической командой обсуждается как раз там реализация каких-то, ну, то есть применение каких-то паттернов и подходов. Вот. Роль это обычно software architect. Вот. Ну, и, собственно, сложно тут что-то добавить, потому что это, ну, то есть эта часть обычно там хорошо известна всем технарям. Следующая история, относящаяся к solution architecture, она часто неплохо прокачана в компаниях, которые занимаются разработкой на заказ, ну, то есть, собственно, реализуют некоторые решения, да, под ключ. Вот. Внутри там крупных организаций, ну, то есть иногда бывают solution architecture, иногда нет, но в общем и целом уровень абстракции на, ну, здесь это некоторый департамент. Вот. Инструментарий – это обычно там вики, некоторые там, ну, некоторая система для хранения знаний, да, где можно их хранить. Нотации обычно здесь уже, ну, используется box and errors, потому что, ну, на самом деле все участники вот проекта, где solution будет реализовываться, они не очень рубят в ERD, в E-mail или там в каких-то других формальных видах диаграмм. Вот. Уровень взаимодействия – это техническая команда, про которую мы упоминали, и обычно это продукты, проджекты, которые участвуют, ну, в реализации этого решения. И тема в основном – это детали имплементации, то есть как мы этот solution будем, ну, то есть создавать, да, чтобы он попал в ожидания стейкхолдеров и в, ну, ограничения, которые у нас есть. Роль solution-архитектор, вот, и я говорю, в компаниях-подрядчиках он, ну, часто такая роль является и, ну, формальной позицией, да, должностью человека, который эти solution-ы геленирует. Ну, и, собственно, enterprise-архитектура – самая такая масштабная тема, то есть уровень абстракции – это вся компания, вот, инструментарий – это PowerPoint зачастую, где создаются как раз некоторые диаграммы предприятия, которые показываются топ-менеджменту, и здесь, ну, как бы темы обсуждаемые – это обычно как бизнес-стратегия мапится на технологическую стратегию. Вот, роль – это enterprise-архитектор. Вот, ну, и, собственно, давайте теперь попробуем поговорить про эти роли, потому что, ну, достаточно интересно понять, а действительно ли такие люди есть, вот, чем они занимаются. То есть вот с моей точки зрения, ну, то есть софт-архитектора достаточно валидная роль, ну, то есть туда-то расставят из разработчиков обычно, ну, или там сеньор-разработчики, самый прокачанный разработчик, обычно эту роль исполняет, ну, в команде. Вот, классно распределяет ответственность внутри продуктовых сервисных команд, то есть когда этот архитектор, когда этот архитектор не единолично, да, диктаторски принимает решения, а, ну, создает видимость демократии. Вот, ну, подробнее про это поговорим чуть дальше. Солюшн-архитектор – тоже валидная роль, вот, часто туда вырастают из системных аналитиков или разработчиков, обычно такой, ну, солюшн-архитектор, если, ну, как бы, если он есть, его алацидует под, там, конкретный проект или, там, ряд проектов, где он прорабатывает техническое решение, вот, собственно, что нужно сделать в качестве решения внутри этого проекта. Ну, такие люди тоже нужны, вот, и, ну, они тоже вроде как существуют. Сложно найти, но существуют. Есть такая роль, как интерпрайз-архитектор. Ну, для меня это некоторая мифическая роль, вот, я не совсем понимаю, как туда дорасти и откуда, вот. Я почти не видел таких людей, ну, вживую, вот, поэтому, ну, как бы, я бы не рассчитывал на то, что вам удастся найти интерпрайз-архитекторов или они будут, ну, приносить, там, понятную пользу и будут понятны их обязанности, то есть, занимаются. Вот, ну, теперь давайте пробежимся по конкретным архитектурам, да, и что, ну, как мы с ними, да, работаем. Вот, начнем с software architecture, вот, и для начала попробуем понять, а где сейчас вот software architecture находится, то есть это тема ей, там, уже под 50 лет, то есть это постоянно обсуждается на разных конференциях, разные подходы существуют, и мне очень понравился обзор от того же Филиппа Крачина, про который я говорил, вот, он постарался подвести, ну, подвести счету, где мы сейчас, то есть там была попытка рассмотреть эволюцию, там, с седых, там, каких-то 70-х годов по текущий момент, вот, вот, и, ну, это состояние достаточно интересное, то есть семантика, ну, то есть software architecture, ну, достаточно, ну, сложно, да, ну, то есть грубо определена, и понимаю, почему, потому что терминов много, ну, то есть разные авторы под этим, ну, понимают разное. Ну, то, что понимаю я, я указал чуть раньше, приведя, там, пару определений от Буча и как раз того же Крачина. Вот, для репрезентации, ну, то есть для отображения того, что же, собственно, ну, по архитектуре делается, обычно используется текст, код, вот, квадратики и стрелочки, ну, и иногда, там, в редких случаях UML. Вот, мы, например, его используем, но диаграммы умеют ограниченное количество людей, ну, и сопровождают свои решения тоже, ну, то есть какими-то, ну, какими-то архитектурными диаграммами не так много людей, но когда они есть, они бывают полезны. Дальше. Когда этим заниматься? Сейчас мы все пришли к итеративному подходу к разработке, и все боятся upfront-дизайна, вот, но на самом деле, вот в последние годы пошла мода на эволюционную архитектуру, на то, чтобы заложить основы изначально некоторые, ну, то есть добавить гибкости и дальше в процессе ее менять, то есть иметь возможность принимать архитектурные решения, ну, которые можно отложить позже, чтобы, ну, оставить эту степень гибкости. Вот. Ну, и, собственно, рефакторные, про которые много говорят, тоже помогает откладывать некоторые решения, ну, то есть менять в дальнейшем сами системы. Кто этим занимается? Да. То есть обычно это software, назван он дизайнером, но, в общем, разработчик определенного уровня экспертизы, и главное, что он еще должен иметь авторитет в командах, потому что, как я уже говорил, обычно авторитарность не очень хорошо работает в этих случаях. То есть нужно продавать свои решения, а не директивно их внедрять в команды. Соответственно, и процесс, на самом деле, сейчас, в отличие от раннего времени, напоминает чем-то, посмотри на окружающую, ну, то есть реальность вокруг, вот, пойми, кто делает похожие решения, вот, возьми их, адаптируй, попробуй проэкспериментировать, опять возьми чужие решения, вот. И, собственно, в этом контексте приобретает огромное значение широта, ну, то есть кругозора, чтобы человек знал, как эти кубики складываются в других компаниях, то есть как бы, в общем, широта кругозора и иногда даже мода на какие-то решения. Вот, окей, такое состояние дел в общем, вот. А к чему мы у себя пришли? То есть есть попытка интеграции работы над архитектурой внутрь команд, ну, и эта попытка, на самом деле, неплохо работает в моих командах. Вот, то есть что это значит? То есть есть решения разного уровня, то есть есть решения уровня проектирования, есть архитектурные решения. Они отличаются как раз сложностью изменения принятых решений, ну, импактом на вот окружающие команды. Соответственно, эти, ну, как бы, эти решения, ну, вот их примеры, да, например, уровня проектирования решений – это размещение кода, например, внутри сервиса, то есть какой-то layout, как код расположен, или дизайн конкретных методов, да, то есть как они внутри работают, или там создание каких-то библиотек, которые переиспользуются командой. Вот. Архитектурные решения – это, например, протокол общения сервисов между собой. Вот. Формат передачи ошибок между бэкэндом и фронтэндом. Вот. Это, там, какой подход мы используем – синхронный или синхронный для взаимодействия сервисов. И правую, ну, как бы, правую часть, вот эту, ее хочется, ну, то есть принимать взвешенно и обдуманно. То есть должен быть какой-то процесс, когда они, там, какой-то осененной благодатью архитектора, ну, типа, принимают эти все решения, а они проходят через команду. Ну, и, собственно, такой процесс принятия решений, он на самом деле есть, вот, и чем-то напоминает то, что используются для принятия стандартов. Вот. Про эту историю, на самом деле, год назад рассказывал Патрик Куа, тогда из N26, необанка немецкого, про то, как они подходят к процессу, вот масштабирования, принятия архитектурных решений. То есть начиналось все с того, что если требуется какие-то, ну, вот такие, принять какое-то архитектурное решение, то инициатор готовит некоторый документ, да, RFC, то есть Request for Comments. То есть это чем-то напоминает подготовку нового стандарта в IEEE или IETF, вот, то есть в некоторых давно работающих структурах, которые обычно принимают такие архитектурные решения для целой отрасли. Вот. То есть этот Request for Comments документ содержит описание самого предложения, сравнительных моментов, ну, то есть с альтернативными решениями, ну, то есть зачем это нужно, то есть обоснование, собственно, разработки этого документа, в чем важность выноса этого решения на, ну, на общее обозрение. Вот. Собственно, этот документ готовится обычно некоторой рабочей группой, я про них поподробнее расскажу, но факт в чем? В том, что когда он готов, он выносится на публичное обсуждение и по факту принимается какое-то решение, да, то есть фиксируется, мы приняли ли этот RFC или нет, вот, и описывается, в каких условиях мы его приняли. То есть, например, было вот такое предложение, сейчас мы работаем вот так вот, решили перейти, там, не знаю, от, ну, то есть вот, например, от какого-нибудь JSON-RPC способа, ну, общения, дефолтного общения сервисов, например, на бинарный протокол какой-нибудь JPC с протобафом, вот, и описание, зачем мы это сделали, почему, ну, то есть что-то решение принято тогда-то, вот, и как мы, ну, как бы будем к нему идти, ну, то есть как мы это будем реализовать. Эти architecture decision records, они копятся, вот, они общедоступны, у них есть время, когда они были приняты, да, и есть, когда они, например, отправились на покой. То есть мы можем через, там, год решить, что JPC нам почему-то не подходит, и, там, уйти, например, на R-Socket или на еще что-то, ну, то есть на какую-нибудь другую историю, ну, то есть через похожий процесс. Вот, кто же это делает, да, то есть кто готовит эти RFC-шки? На самом деле готовит обычно некоторая рабочая группа, вот, которая собирается, ну, вот, под решение конкретной проблемы, то есть она делает какие-то исследования, какие-то обсуждения, и результаты ее работы превращаются в RFC, которые вносятся на общее рассмотрение. Ну, у нас, например, таких рабочих групп достаточно много, и иногда мне кажется, что я в слишком большом количестве из них участвую, то есть требует достаточно серьезных вложений времени и, там, ментальной энергии для того, чтобы обсуждать много таких важных вопросов, вот. Но кажется, что туда нужно привлекать активных и, то есть активных ребят, которые, ну, могут внести свою лепту. Я так обычно и делаю, то есть если я могу сам не участвовать, а кого-то подтянуть из своих ребят, то я стараюсь именно так сделать. Вот. И следующий момент – это, ну, некоторое место, да, где ребята, которые обсуждают эти архитектурные вопросы, где, ну, происходит некоторое общение, то есть нужно место, где они могут собраться, да, то есть пообщаться, поговорить. Не по конкретным, ну, предложениям, а скорее в общем. То есть поделиться своим опытом, не знаю, поиграть в архитектурные ката, вот, разобрать какой-то пример. Ну, в общем, некоторая, там, тусовка, да, этих людей, которые интересуются архитектурными вопросами. Вот эта история у нас пока, ну, то есть в процессе. Скорее всего, мы запустим ее и посмотрим, насколько она полетит. Но, похоже, история у ребят, которые занимаются у нас оптимизацией процессов, ну, работает, и там достаточно большое количество, там, разнообразного вида менеджеров. Деливери-менеджеры, там, проектные менеджеры, там, часть продуктовых менеджеров пытаются, ну, общаться на тему оптимизации процессов. Возможно, ну, то есть место, где будут общаться архитекторы, ну, внутри нашей компании, оно тоже привлечет некоторую популярность. Вот. Собственно, этот процесс, он в том или ином виде реализован в части моих, ну, в части моих отделов, вот, ну, можно сказать, на уровне управления. Похожим образом, там, реализованный, там, процесс принятия архитекторных решений в ряде других управлений, ну, и уже обкатан и работает. Вот. Ну, в принципе, дальше я расскажу, что можно попытаться его вынести на уровень компании. Мы этим тоже сейчас заняты. Но сначала поговорим про solution-архитектуру. Вот. И в solution-архитектуре я начну вот с типичных проблем. Вот. Как они мне видятся? Они, на самом деле, агрегируют всю, весь мой опыт, там, за 15 лет войти. И проблемы, ну, видятся мне такие. То есть часто при, там, решении какой-то проблемы, ну, раздоботке какого-то решения, вот, сквозные эти технические решения принимаются не техническими ребятами. То есть есть продакты, есть аналитики, вот. И когда эти продакты-аналитики, например, собирают какое-то решение, которое объединяет, там, 3-4, ну, сколько-то команд, например, там, фронтовое решение, ну, то есть типа веб или мобильное приложение, IP, какие-то бэк-офис-системы, то они, собрав какой-то процесс, говорят, вот, давайте сделаем так. Вот. Решение принято, оно реализуется, и потом выясняется, что многие вещи, ну, просто неучтенные были, потому что про них, ну, не знали или компетенции не хватало для того, чтобы их учесть. Вот. Решения не всегда консистентные. То есть проблема в чем? В том, что когда ты в большой организации, то есть уже целая пачка текущих решений, вот. Есть, ну, как бы люди, которые занимаются какими-то темами, и когда ты приходишь с новой идеей, ты не до конца знаешь, а где же получить информацию, да, относительно того, какие уже решения есть, вот, и вообще к кому идти, и как узнать о том, что уже готово, и что можно переиспользовать. И иногда так получаются нестыкующиеся решения, вот, а иногда там просто переизглютается, ну, одна и та же система по нескольку раз просто в разных организационных единицах компаний. Вот. Иногда бывает так, что консюмеры, которые строят свои решения поверх, ну, как бы, каких-то сервисов, предоставляемых другими частями организации, они вынуждены, ну, в общем, take it or leave it, ну, то есть, да, то есть, или взять то, что, ну, как бы, провайдер предоставляет, и жить с этим, или, ну, как бы, придумать что-то свое. И иногда вырабатывается некоторая нетребовательность к провайдерам, да, то есть, иногда нету сла, вот, иногда, ну, то есть, консюмер должен на своей стороне вставлять некоторые костри, чтобы все заработало, вот, ну, то есть, это на самом деле плохо, потому что, ну, решения усложняются. Ну, и очень забавно, что если ты занимаешься только, ну, решением, вот, ну, созданием некоторых солюшенов для закрытия бизнес-фич, то у тебя вот этот набор решений, он в какой-то момент превращается в, ну, в неподдерживаемое нечто. Вот мы упоминали, да, зачем там микросервисы, почему нельзя там остаться на монолите. Потому что монолит – это обычно, ну, некоторое такое пересечение вот этих решений, задач для разных, ну, то есть, для разных сценариев, да, для разных тем. То есть, в нем содержится все, вот, и в определенный момент добавить в него еще что-то становится очень сложно. Вот, и это приводит к тому, что тех долг, он накапливается. То есть, ни одно, ни один из проектов, когда этот солюшен готовится, не учитывает то, что в результате будет тех долг создан, вот, и в определенный момент мы просто не можем следующее решение сделать. Как мы эти проблемы решаем у себя, то есть, к чему мы в итоге пришли? Вот, мы пришли к тому, что наше, у нас техническое проектирование должно быть за разработчиками, там, системными аналитиками. Вот, часто это выглядит как, ну, то есть, продакт или аналитик может инициировать разработку какой-то системы, описать сценарий использования, описать, какое решение нужно, но уже конкретные, там, технические решения будут приниматься некоторой группой ребят, которые входят вот во все затронутые системы. Иногда, ну, на крупные какие-то штуки получается выделить солюшен архитектора, который, ну, контролирует, да, вот этот процесс принятия технических решений, который отвечает за солюшен целиком. Дальше, технические решения надо документировать, да, то есть, по факту мы должны знать, зачем мы, ну, делаем это решение, в каких условиях, да, мы принимаем эти решения. То есть, очень часто помогает зафиксировать, что, там, бизнес-заказчик настаивает на определенных сроках, и, ну, вы вместе договариваетесь, что вот в этих сроках вы сделаете решение, там, не знаю, костыльным способом, и оно не будет дальше масштабироваться. То есть, ну, вот примеры. Например, вы кастомно подключаете какого-то платежного, там, провайдера, вот, а потом им говорят, а хочу вот таким же способом подключить всех остальных. Вы понимаете, что, ну, как бы, если у вас это зафиксировано, да, договоренность, вы понимаете, что, смотрите, ну, то есть, мы о таком не договаривались. То есть, нам, как бы, нам нужно будет дополнительное время, чтобы проработать не, там, костыльный способ реализации этой задачи. Вот, дальше. Важно упоминать, на какие-то рейдовы пришлось пойти. Вот, у меня есть руководитель отдела инфраструктуры, который вот такие-то рейдов, ну, особенно страшные, записывает в отдельную таблицу. Вот, и, ну, потом он с этой таблицей, ну, вот, по разным проектам, ну, в основном связанной с инфраструктурой, может прийти и, ну, то есть, попросить аллоцировать некоторое время, чтобы вот эти костыли выпилить. Вот. Вот. Очень неплохо работает, потому что они в одном месте собраны и, ну, выглядит, как такая некоторая страшилка. То есть, ты знаешь, что, в общем, на них нужно будет выделить определенное время. Дальше. Нужно упоминать, насколько масштабируемое решение. Ну, я уже приводил пример, но важно понять, мы можем его, там, повторять, да, то есть, делать по образу его подобию, или нам придется эту штуку выкинуть через некоторое время и переписать нормально. Вот. И тоже достаточно важный момент, что техдолг надо визуализировать и пытаться согласовать время для работы над ним. Возможно, не в рамках вот подготовки этого салюшена, но там в дальнейшем. Вот. И фишка в том, что на уровне компании мы, ну, или там на уровне управления хочется иметь время на такие, уже не на отдачу техдолга, а на апфронт, ну, как бы техинвестиций, да, то есть, как я это называю. То есть, у меня почти в каждом, ну, из продуктов есть некоторые платформенные команды, вот, которые пытаются, ну, не дать вот продуктовым командам разойтись слишком далеко, да, ну, то есть и нарушить, там, правила жизни в рамках какой-то платформы. Ну, например, для мобильного приложения это история про то, что есть команда, которая реализует функционал для нашего банка, для офис-лиц, есть команда, которая реализует функционал страховой, есть команда, ну, которая реализует платежный функционал, и все они пилят свои бизнес-фичи. Но само мобильное приложение, ну, к нему есть определенные требования по скорости работы, по надежности работы, по, там, размеру, ну, в общем, по каким-то таким вещам, и, ну, над ними нужно работать. Вот. И мало того, что платформенная команда должна над ними работать, так еще она должна задавать какие-то рамки для фичевых команд, потому что, ну, мобильное приложение отчасти напоминает такую общагу, где все живут как бы в одном месте, и вот разъехаться нет возможности, и нужно жить в рамках каких-то определенных правил. А правила можно принимать, ну, через тот процесс, который я упоминал до этого. Ну, и enterprise-архитектура. Это самая забавная. Погуглите про enterprise-архитектуру, скорее всего, вы увидите историю про фреймворк Захмана. Вот. Это вот некая такая табличка, вот, где можно, ну, выделить вопросы и некоторые, там, уровни. Вот. И на самом деле, когда ты читаешь эту историю, она достаточно забавно звучит, но когда ты вот пытаешься, типа, понять, а что с ней делать, то ощущение, что... Что за хрень, да? Вот. И, типа, как это вообще, вот, ну, в чью-то голову должно поместиться. То есть, кажется, что, ну, не помещается. Вот. И там есть не только фреймворк Захмана, есть там другие подходы, но все они какие-то очень высокоуровневые и, там, концептуальны. То есть, кажется, что вот enterprise-архитекторов, ну, эффективных я, по крайней мере, не видел. Вот. Но некоторая проблема все-таки унификации подходов на уровне компании, есть. Вот. И как мы это делаем на, ну, в нашем IT? Мы попытались вот тот процесс, который я упоминал до этого, вынести для принятия решений, вынести на уровень компаний. Вот. То есть, есть там общее пространство, куда попадают эти RFC-шки. Вот. Есть рабочие группы, про которые я упоминал, где мы какие-то такие общие вопросы обсуждаем вот на уровне, там, CTO разных бизнес-вертикалей, вот, или, там, CTO платформы или сервисных линий, одним из которых я являюсь, вот, ну, пытаемся использовать этот процесс для принятия общих решений. Вот. Куда мы стремимся, да, все вместе. То есть, нам кажется, что нам нужны общие подходы к разработке приложений. То есть, мы все дружно движемся вот в Cloud Native история, 12-факторное приложение. В общем, делать приложения новые, современным способом, вот, потому что мы считаем, что плюсов в этом подходе больше, чем минусов. Дальше мы понимаем, что когда у вас есть вот эта история с микросервисами, ну, или, там, сервисным подходом, то очень важно, чтобы у вас был, ну, условно говоря, понятный и похожий для всех CICD. То есть, каждый не должен заниматься созданием своих способов для доставки кода, да. И важно, чтобы был некоторый общий рантайм. То есть, у нас сейчас идет активная разработка, ну, некоторой пас-платформы, вот, которая фактически куб поверх, ну, то есть, поверх, там, своей, ну, то есть, своя инсталляция внутри и некоторые инсталляции, там, в облаке. Вот, некий мультиклав. И, там, есть некоторые компоненты, раздабатываемые внутри. То есть, они обычно, там, группируются по стеку и, ну, там, в управлении базовых технологий, которые у нас для этого существуют. Есть отдельно стримы, например, там, для мобильной разработки, для Java, Kotlin, там, Scala разработки, для фронтовой разработки. Ну, и мы стараемся эти компоненты, ну, переиспользовать в своих продуктовых командах. Мы идем к тому, чтобы внешние технологии использовать осознанно. То есть, если вы смотрели, у FortForce есть подход с техрадаром. Вот, у нас есть свой внутренний техрадар, где мы, ну, как бы, собираем его, ну, по тому, что мы используем, как мы используем. И при принятии решения о создании новых систем, мы можем его использовать для того, чтобы понять, ну, на чем сейчас, да, делать условно. Вот, мы достаточно серьезно работаем над тем, чтобы дальше шарить знания. То есть, вот эта история про неконсистентность и про, там, про отсутствие, там, горизонтальных коммуникаций, вот, чтобы ее решить. То есть, есть некоторые стандарты по документации к системам. Ну, и мы стараемся сделать репозитории публичные внутри компании. То есть, не все из них публичные, там, по некоторым причинам связаны иногда с безопасностью. Вот, но идем к этому. По крайней мере, вот в нашей PASS-платформе, про которую я говорил, ну, и там, дефолтном, на которую мы должны перейти. Там дефолтный вариант – это как раз открытый репозиторий. Ну, то есть, сделать его закрытым, ну, можно по дополнительному требованию с понятной аргументацией. Вот, и мы рассматриваем историю с InnerSource, про которую Саша Бендюр рассказывал год назад. Ну, и там, вообще, InnerSource – это довольно интересная тема, которая позволяет вот эти кросс-командные активности как-то ускорить. Особенно если у тебя есть, то есть, есть команда, которая может нанести изменения в чужую систему, то ты можешь, ну, условно, не ждать, да, реализации от сервисной команды, а помочь им, ну, и дальше только пройти, там, ревью от владельца какого-то сервиса или системы, куда ты, там, предложил изменения. Собственно, давайте попробуем подвести итог. Мы уже почти 40 минут общаемся. В тезисах к докладу я обещал, что мы вот обсудим вот эти вопросы. Что такое архитектура, чем она отличается от проектирования? Кажется, что мы это рассмотрели. Какие архитектуры, да, и архитекторы бывают? Тоже рассмотрели эти три варианта, ну, как мне кажется. Вот, рассмотрели, как дела в софтвере архитектура в нашем 2020 году многострадальном. То есть, ну, я рекомендую потом посмотреть целиком Филиппа, вот, там ссылка будет. Вот, и я, ну, сделал акцент на вопросе, как мы подходим к масштабированию принятия архитектурных решений, то есть, как это работает на уровне, там, команд, ну, и софтвера архитекции, и как это можно попытаться вынести на уровень компании. Вот. Ну, и, собственно, как бы эти темы были рассмотрены. Я, в принципе, готов поотвечать на ваши вопросы. И вот ссылки для дальнейшего изучения, вот, там пара книжек, пара записей, ну, видеозаписей, и, ну, как бы интересный гайд техрадара, ну, то есть, последний, который был опубликован. Вот. Как-то так. Саш, спасибо за интересный доклад. И начнем, у нас достаточно, есть достаточно времени для вопросов, и поэтому мы начнем с простых таких, с разминочных. Кто такие системные аналитики и что такое трейд-офф? Вот два простеньких вопроса, давай с них. Окей. Ну, на самом деле, системные аналитики – это обычно, ну, то есть, бывает это должность, бывает роль, но это часто люди, которые выступают в них там связующим звездом бизнес-заказчиком и технической командой, ну, то есть, разработки. То есть, они могут написать требования, детализировать их. И, в общем и целом, они иногда есть, иногда нету. То есть, в части команд у меня такие люди есть, в части нету, но, например, в мобильном приложении, там, такие ребята есть, они пишут достаточно подробное описание по поводу, ну, то есть, как должен выглядеть интерфейс, ну, то есть, это обычно от дизайнера приезжает. Дальше какие методы API нужно дернуть, вот, приблизительно, как должен выглядеть ответ. Ну, то есть, некоторые, там, ну, черновой набросок описания фичей. Вот, это потом детализируется, но факт в том, что вот без аналитика, ну, было бы достаточно сложно. По поводу трейд-оффа, ну, то есть, это некоторый компромисс, вот, то есть, между, ну, обычно есть, там, в общем, есть много вариантов, и у них есть обычно плюсы и минусы, и ты не можешь принять там лучшее решение без учета, ну, как бы, этих плюсов и минусов, и ты обычно выбираешь некоторый компромиссный вариант, и, ну, то есть, это задача, на самом деле, архитектора, да, то есть, выбрать лучшее решение. И обычно он чем-то поступается. То есть, например, есть история про, там, про стоимость решения, да, то есть, и про надежность. То есть, вот эта история стандартная с количеством девяток. И чем больше, там, у тебя девяток, тем у тебя, фактически, там, на порядке возрастают, ну, как бы, стоимость получения дальнейшей девятки. Вот, соответственно, ты не можешь сказать, что мне нужно, например, всегда пять девяток. Это тупо слишком дорого. Вот, и ты такой, говоришь, окей, давайте договоримся, какой у нас здесь уровень надежности должен быть, чтобы это было вменяемо по стоимости. Ну, вот, пример стандартного компромисса. Так, хорошо. Следующий вопрос, уже более сложный, от Сергея Лукина. Как вы обеспечиваете, что все заинтересованные лица знают все релевантные для них АДР? Кстати, Сергей как раз подключился, выбежал на сцену. Да, да. Смог. Да, смог. Отлично. Вот, ну, на самом деле, смотрите, это действительно, ну, на уровне управления это достаточно, ну, как бы, достаточно легко, потому что, ну, в общем, команда следует тому процессу, они, в принципе, ну, как бы на ежедневной активности сталкиваются с вот этими принятыми решениями. На уровне компании это сложнее, но вот процесс, про который я говорил, то есть типа масштабируем до уровня компании, он у нас сейчас вот в процессе. Вот, и, скорее всего, будет требоваться некоторый, ну, как бы, некоторая осмысленная работа по трансляции дальше, это вот, ну, как бы, в команды внутрь. То есть уровня, вот, там, условно говоря, айтишного топ-менеджмента в команды, ну, как бы, уровня, там, ну, отделов каких-то, ну, или которые конкретными продуктами занимаются. Вот, и, ну, скорее всего, у нас будет некоторый дайджест, вот, ну, об изменениях, у нас будет некоторое пространство, некоторая, ну, площадка для комментирования. То есть это сейчас все в процессе, и, на самом деле, вот этот стрим по архитектуре, так получается, что курирую я. Вот, мне важно, чтобы это все полетело. Так, Сергей, ответили, надеюсь, на твой вопрос? Можно уточнить? Я просто открыл послушать. Ну, если только совсем коротко. Кратко, кратко. Вот приходит новый шейф в компанию, то есть новая команда появляется, которая будет делать новый продукт. Как она узнает о том, что вы напринимали 50 решений в прошлом году, 100 в позапрошлом и так далее? Окей, отвечу на этот вопрос. Ну, то есть эта команда, она же не, ну, как бы, не просто где-то окажется. То есть она окажется, например, в каком-то, ну, бизнес-юнити, да. Вот, у нее есть там, ну, как бы, у этой команды айтишной есть какой-то там СТО. Этот СТО вот в этих всех процессах участвует. Вот, то есть он как бы в курсе. И, соответственно, когда он, ну, как бы, когда он будет степить, ну, новую команду, скорее всего, он будет не с рынка звать людей, а выделит какого-то сильного человека, который, ну, знает вот эти правила и скажет, окей, там, не знаю, Вася, давай наберем команду для тебя под этот продукт, вот, ну, и ты дальше вот с этими подходами уже знаком, ну, как бы, и будешь следовать, ну, вот принятым стандартам. То есть получается передача АДР вместе с человеком вместе. Ну, как бы, да, культурно, ну, культурные особенности вот эти подходы, они по-другому, ну, не передаются. То есть ты не можешь сказать, вот там, не знаю, 150 документов, прочитай все и, как бы, знай теперь, как нужно жить. Вот, то есть, как бы. Спасибо за вопрос. Сергей еще появится у нас сегодня в 3 часа дня. Не пропустите его доклад, связанный как раз с документированием, как документировать микросервисы. А сейчас, наверное, завершающий вопрос от Валентины. Валентина, сразу прошу прощения, Ахмолина, если неправильно назвал фамилию. Вопрос такой. Как в Тинькофф Архитектор участвует в принятии решений по инфраструктуре? Как учитываете по разработке Архитектора новые решения, новых решений, вопросы упрощения их техподдержки в будущем? Используете NALSD подход. Сложный большой вопрос, да. Да, первая была история про инфраструктуру, вторая про техподдержку, а третья про подход. Ну, наверное, на третью можно там в чатике пообщаться, по первой истории с инфраструктурой. В общем, в целом, если этому, ну, то есть, если это решение, ну, такое, которое ложится вот на то, что мы уже умеем сейчас, ну, то есть, условно говоря, у нас есть некоторая стандартная инфраструктура, стандартные подходы, вот, то, ну, как бы, архитектор просто говорит, окей, там, ранимся вот там вот, ну, как бы. Если это решение, ну, то есть, например, содержит этот... У нас есть, например, ряд систем, вот, прямо в моем управлении, которым нужно, там, быстро QL-охранилище. У нас есть AeroSpike для хранения, там, данных по сегментам и, ну, как бы, проведения тестов и, там, персонализации развешивания. И эта штука, она, ну, как бы, на железо ставится. То есть, ей даже FS не нужна, да, файловая система. Соответственно, тебе нужны просто толстые машинки, которые тебе куда-то в стойку поставят. Ну, и это не является, ну, дефолтным вариантом, как вы понимаете, да, то есть, когда ты идешь в сторону облаков, ну, и вот этой, ну, то есть, контейнеризации и всего остального. Соответственно, когда ты понимаешь, что у тебя внутри, в твоей системе есть какие-то особенности, вот, эти особенности нужно указать и дальше, ну, прокоммуницировать в инфраструктурную команду. И, ну, обычно мы эти вопросы, как бы, решаем. Вот. Ну, часто, правда, получается так, что поддержка вот этих кастомных решений, она остается, ну, на команде, да, на твоих инженерах, а не на общих инженерах, которые, там, поддерживают общую инфраструктуру. В общем, это, условно, дороже для тебя. Вот. То есть, требуется алоцировать часть людей на это дело. Вот. Вторая история про саппорт. Саппотом, ну, история интересная. Вот. Почему? Потому что, действительно, как Саша говорил чуть раньше, ну, вот, в предыдущем выступлении, часто про эту штуку забывают. Вот. Но у нас есть, там, зачастую команда селф-сервиса. В общем, есть некоторые метрики, которые направлены на то, чтобы пользователи сами могли справиться со своими проблемами, чтобы они не звонили в колл-центр, потому что, ну, то есть, у нас, там, 12 плюс миллионов пользователей. Если они все начнут звонить в колл-центр, никакой колл-центр не справится. Вот. Ну, как бы, есть история с ботами, где тоже можно, ну, как бы, попытаться напользовать, ну, то есть, пользователю дать возможность пообщаться с ботом и решить свою проблему. Но факт в том, что там, где вот фидбэк пользователей и его вопросы, ну, то есть, значимы, например, в мобильном приложении, мы очень активно работаем вот с, там, L1, L2, ну, в общем, с линиями саппорта, обсуждая, какие, ну, то есть, какие изменения доедут, как отвечать на вопросы пользования пользователя, вот. Ну, и иногда мы даже проводим что-то типа субботников, ну, там, правда, они не в субботу происходят, там, в выбранное дело, например, в пятницу, когда происходит разбор, ну, вот, большого количества вот инцидентов, да, заведенных. То есть, некоторые задачи из сервис-деска разгребаем вот с всей командой, то есть, все другие задачи откладываем и берем, решаем вот целый день только, там, пул задачек, которые, вот, ну, больше всего напрягали наших пользователей и, там, собрали больше всего дизлайков, ну, или лайков. В общем, какая-то такая история. А по поводу стандарта давайте в чатике. Может, не в чатике. Смотрите, ребят, у нас сейчас будет перерыв. До 12.25. Ой, до 12.15. Прошу прощения. До 12.15. У нас сессия следующая начинается в 12.13. Там будет Илья Волынкин. А до этого времени Александр пойдет в фойе на шестой этаж, и там можно будет помучить его с вопросами. Очень интересные вопросы дискуссионные у Дениса Ермакова, который спрашивает, а хотелось бы даже подискутировать по взаимодействию Software, Solution и Enterprise. Ну, то есть, как архитекты в плане субординации подходят к этому вопросу. Вот подобные вопросы можно обсуждать с Александром в фойе на шестом этаже. Я прекращаю презентацию. Можете переходить в фойе и общаться с Александром. Всех жду через 25 минут. Мы начинаем. Да, до встречи в фойе. Всем пока. Продолжение следует...